Всем здравствуйте, доброе утро! С вами Лена Нирвана. Я сейчас нахожусь в деревне. Вот мы с Чарликом вышли погулять на улицу. Наконец-то я опять вышла на улицу. Погода изменилась, сейчас идёт снег. Вчера был праздник всех женщин и девушек. И девочек поздравляю с праздником, с прошедшим с 8 марта. И хочу сказать о том, что как я отношусь к праздникам вообще. Праздники я не люблю. То есть я в принципе не справляю ни 8 марта, ни Новый год, ни день рождения. Вообще не люблю праздники. Не люблю, когда люди такие взвинченные, что-то справляют, что-то отмечают. Или какое-то застолье. Я это всё не люблю. И свой день рождения я тоже не люблю. И Новый год. Вот не знаю, почему так получается. Не люблю и не справляю праздники. Сейчас идёт снег. Сегодня мне приснился интересный сон. Приснился мой брат и моя покойная, любимая бабушка. Как будто бабушка зашла в квартиру, где я жила. На часах было ровно 12 ночи. Вот такой сон. Потом я узнала, что сегодня родительская суббота. То есть покойников в этот день обычно православная церковь вспоминает. Вот что интересно, то, что снятся в такие дни, когда родительская суббота, например, умершие люди, мои близкие. Вот бабуле приснилось так ясно. А бабуле хочу немножко рассказать о своей любимой. С бабушкой я жила с подросткового возраста до 30 лет. То есть с 12 до 30 лет меня воспитывала бабуля, я с ней жила. Мы жили вместе. Это была самая лучшая бабушка в мире. Она меня очень сильно любила. Из-за моей болезни, из-за шизофрении. Бабушка очень сильно переживала. И от этих переживаний у неё случился инсульт. То есть, когда меня положили в психиатрическую больницу, у меня бабушка так сильно переживала, что случился у неё инсульт. Я чувствую себя виноватой за то, что бабушку довела до такого состояния, до инсульта, своей болезнью. Чувствую себя виноватой. Потому что бабушка меня любила больше всего на свете. Я была для неё самым любимым человеком, любимой внучкой. Жили мы с бабушкой Шурочкой душа в душу. Она всё делала для меня. Готовила, стирала. А я писала картины, рисовала и жила с бабушкой. Мне казалось, что это время никогда не кончится. А бабуля всё говорила. Леночка, милая, я же не вечная. Как ты будешь жить, когда меня не будет? Но у меня был такой возраст. Мне казалось, что все люди вечные. Что никто никогда не покинет меня, не умрёт, не уйдёт и так далее. Но когда бабушка не стала, у меня стала очень тяжёлая жизнь. То есть не стала хватать той теплоты, той любви, которую мне давала моя бабушка. Свою безусловную любовь, свою теплоту. У меня самая лучшая бабушка в мире была. Она была, как ангел, очень добрая. Очень красивая. И очень беспокоилась всегда за меня. Когда у неё случился инсульт, у неё потом три удара было. Её парализовало. Она целый год перед смертью лежала парализованной. То есть я чувствую себя виноватой, что бабушка от переживаний за мою болезнь получила три инсульта. Вот так бывает. Так бабушки любят своих внуков. До такой степени переживают, что рано уходят из жизни даже из-за этих инсультов или инфарктов. Ко всем обращаюсь. Берегите своих родителей, бабушек, близких, свою семью. Всем спасибо.